привет решил на старость лет заделаться помещиком купил в подмосковье землицы немножко баньку поставил ну и думаю картошку разводить огурчики садить укропчик посадки всякие осуществлять хоть куда бедно жить на пенсию землю я купил фирме своя дача у этой фирмы очень много дачных некоммерческих партнерства в подмосковье в том числе в ясной поляне существует такое днп в том числе в раменском районе существует такое днп как ясная поляна здесь еще девять поселков есть примерно 9 во всех председателем является цеханов то ли вячеслав владимирович владимир вячеславович не помню туго у меня уже с памятью старенький уже стал так вот при подписании договора на приобретение земли работники плюсом еще заставляют подписать договор на целевой взнос на объекты инфраструктуры и другие объекты которые должны находиться в поселках стоимость этого целевого взноса там от 230 тысяч рублей до 250 тысяч рублей на сегодняшний день по уставу днп решение о размере целевого взноса должны принимать сами собственники что в принципе при подписании договора на приобретение земли это условие не было соблюдено потому что никакого собрания собственников в общем-то не было еще но ладно боксинг в эту стоимость входят дороги общего пользования столбы электрические трансформатор сторожка где охрана сидит магазин детская площадка спортивная площадка места для отдыха мы другие объекты чтобы было людям хорошо жить более-менее так вот наша днп ясная поляна здесь примерно где-то 150 160 участков на сегодняшний день продано где-то 140 участков не помню точно могу ошибаться так вот если эти проданы участки умножить на целевой взнос то все собственники заплатили где-то 28 29 миллионов забор общие поставлен со всеми нарушениями техническими какими-либо выглядит ужасно вообще не знаю где он его взял раньше он стоял или где-то эти были скоммунижены не суть важно постоянно когда ветра этот забор падает постоянно дыры во всем смотреть на этот забор вообще никакого эстетического эстетической приятности нет никакой столбы тоже установлены электрические кое-как какие-то падают какие-то накренины электричество не около каждого участка проведено то есть у меня например вообще темнота то есть ночью здесь я не знаю хоть что со мной делай заходи и в принципе никому дела никакого не будет ничего не видно и охрана она тоже там сидит в своем домике и в общем-то их не видно не слышно только ворота открывает детская площадка поставлена не на том месте где была заявлена спортивная площадка еще не обустроена хотя прошло уже года три магазина до сих пор тоже нет мест для отдыха также нет вот про дороги это вообще отдельная история дороги в общего пользования сделаны пасть посыпанный щебнем крупной фракции пройти по ним практически невозможно обувь обувь и ноги убиваешь когда распутится это вообще грязь превращается вся дорога в грязь что еще я промониторил в общем-то стоимость тех объектов инфраструктуры которые были на сегодняшний день которые сделаны устроены так вот это примерно где-то обошлось цеханову 678 ну пусть с ним в 10 миллионов то есть соответственно если 29 он собрал минус 10 то 19 миллионов вообще непонятно в какую сторону ушли то есть да здесь может быть какая-то ошибка но я не думаю что она очень большая ошибка то есть любом случае деньги собственников куда-то пропали вот я цеханова в общем-то не видел долгое время здесь недавно было собрание собственников ну и принципе лицезрелого слушайте чувак молодчинка у него с учетом того что у него этик он является председателем где-то 9 дачных некоммерческих партнер он у него классно поставлена речь он красиво все говорит мило правильно самобаятель такой молодец чувачок при этом не на один конкретный вопрос ответ не дает все короче грамотно так как у нас и любят изъясняться с простым народом в общем то вроде как красиво все сказано но ни к чему это не ведет я не знаю как обстоят дела у других днп которые относятся компании своя дача без понятия но те партнерства и поселки которые расположены в раменском районе у людей проживающих и при которые при люди которые приобрели участки у них очень много вопросов и эти проблемы они есть практически во всех поселках где председателями дачи я не знаю еще раз повторюсь не могу ничего говорить но здесь не берите не рискуйте своими нервами деньги свои не вкладывайте непонятно что потому что вы очень сильно будете разочарованы здесь во мне говорит не какая-то обида хотя она тоже присутствует но здесь никто не виноват я сам виноват потому что я пошел на все это не промониторив не уточнив не почитав ничего но не повторяйте мои ошибки спасибо и всех с праздником